Высокочтимость наречения сына именем пророка, алейхи саляту ассалям. Пророк, саллаллаху алейхи салям, в своём досточтимом хадисе говорит, «У кого бы ни родился сын, если он, полюбив меня и желая получить барракад от моего имени, назовёт его моим именем, то и отец и сын попадут в рай. Если у кого-то жена беременна, и они оба решат дать ребёнку моё имя, то Всевышний Аллах одарит их сыном. Если тот, у кого не выживают родившиеся сыновья, даст слово Всевышнему Аллаху, если вновь родится сын, дать ему моё имя, и когда сын родится, наречут его моим именем, то он останется жив». Одной из особенностей пророка, алейхи саляту ассалям, является и то, что если произнести его имя во время приготовления пищи, то пища станет благодатной. Если советоваться с человеком, которому дали имя Мухаммад, с вышеупомянутым намерением, то в этом тоже будет благодать. Подобает относиться с почтением к имени Мухаммад и к тому, кто носит это имя. И поскольку подобает из уважения к пророку, алейхи саляту ассалям, относиться с почтением к тому, кто носит имя пророка, саллаллаху алейхи салям, то еще больше подобает тому, кто носит это имя, чтить его, следовать посланнику, возрождать его сунну. Но надо помнить, что недостаточно только носить имя посланника, алейхи саляту ассалям. Ведь его имя носил ибн Абдул-Вахаб, который посеял смуту в умме. Многие иудеи тоже носят имя пророка Мусы. Но разве этого достаточно?